Два алабая на каждый шорох и прохожего за воротами рычат и лают безумолку. Собаки большие и на привязи сидеть не любят. Вольер есть, но животные по кличке Ник и Кэрол бегают по двору. Хозяева отпускают. Соседка Наталья Кононенко и очевидеца произошедшего рассказывает, это уже не первый случай попыток нападения ее собак на людей. Его повалили, то есть ребенка начали грызть, просто грызть. Они забегали несколько раз сюда, то есть нападали на меня лично, я кричала Наташе, то есть пыталась как-то их выгнать, но они нападали на меня. То есть это было не первый раз. Хозяйка собак Наталья Кононенко за волонтер и вырастила своих алабаев со щенков. Говорит, что ее собаки привиты и социализированы и никак не может предположить, что именно могло спровоцировать животных на нападение. Я, получается, вышла, провожала соседку и не закрыла калитку. У нас поломался язычок вот этот. Я всегда контролирую. Мой человеческий фактор, что я вот такую ошибку сделала. Я в дальнейшем собаке буду с кинологом консультироваться. Все, я помогаю родителям, я общаюсь, мы дружим. И они тоже, и родители, и ребенок, они с детства знают этих собак. Что произошло, главное, чтобы с ребенком все нормально, чтобы быстрее выздоравливал. После происшествия Ваню Тарахненко госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу. Медицинскую помощь оказывали под общей анестезией. Состояние ребенка при поступлении было тяжелое, в основном обусловленное тяжестью психологической травмы, страхом. Оказана была первая помощь в приемном отделении. Наложено множество швов на раны на волосистой части головы, лице и пояснице, ягодицах. Раны заживают сейчас первичным натяжением. Нагноения как такового нет. Раны на ягодицах там были более инфицированы, на лице они более спокойны. Поэтому, естественно, останется косметический дефект в виде рубцов. На этой улице бегает много детворы. Огромные собаки накинулись на мальчика, когда он шел по дороге домой из школы. Смелый Ваня сейчас уже спокойно может рассказать, как все произошло. Но поначалу признается, конечно, было очень быстро и страшно. «Повалили и начали кусать голову, локоть, ноги, поясницу, спину». «Как твои самочувствия?» «Самочувствие нормальное». Родители Вани после происшествия только сейчас приходят в себя. И несмотря на то, что с хозяевами собак по соседству были очень дружны, планируют писать заявление в правоохранительные органы. «Я понимаю так, что когда собака воспитана, то есть она должна в команде хозяина, то есть тут же или отпустить, то есть выполнить команду. Я просто издалека видела, что Наталья пыталась спасти, естественно, ванюшку, то есть и разнять этих собак. Тут насчет социализированности, может быть, надо поработать еще. И, естественно, собака, когда выходит за ворот, она не должна принести вред человеку или ребенку однозначно. То есть, если даже вышла, она не должна калечить людей». После этого инцидента собаки Натальи и Кононенко поставлены на контроль ветеринарной службы Лиманского района. Что будет дальше с животными и кто должен понести ответственность за случившееся, пока неизвестно.